Всем привет! Начинаем новый влог с таких красивых яблок. Это китайка. Я вам как-то во влоге показывала. У нас рядом с домом растут три яблони. Наш район построен на месте нескольких бывших деревень. И остались еще разные сельскохозяйственные посадки. Вот рядом с нашим домом три такие яблони. Плодоносят они каждый год. И мы уже два года подряд варим из них вкуснейшее варенье. Вот и сейчас муж сварил. Вот так выглядит на данный момент конструкция с вареньем. Муж вчера начал его варить. Честно говоря, я не знаю ни пропорций, ничего. Я знаю только, что ушло у нас два килограмма сахара. И яблоки муж накалывал вилкой, ой, зубочисткой. И вот эти наколотые яблочки он клал в сироп. Сколько-то все это варилось. Вечером он поставил вот такой гнет своеобразный. И должно это простоять от 12 до 24 часов. Он сегодня придет с работы. Надо будет варенье еще раз проварить. Соответственно, и разложить по банкам. Варенье получается просто потрясающе. Потрясающе. Я вам потом отсниму, как оно выглядит. Заехала я в Фикс. Давайте посмотрим, какие тут новинки и старинки. Я вообще приехала только за бумажными полотенцами и мешками для мусора. Ну, мы пройдемся, посмотрим. Во-первых, вижу по карте сейчас скидка вот на такие гели для душа. Вот такая линейка по 64 рубля. Вот эти, смотрите, по 99. Ну, вот такой вот я покупала. Он у нас идет, по-моему, с ароматом то ли персика, то ли абрикоса. А, персик и манго. Действительно приятный аромат. Огромный объем, 750 мл. Я использовала как пену для ванны. И аромат приятный, и пенится хорошо. Вот такие маски для волос. Мне кажется, раньше не видела. Смотрите, они разные. Для сухих и поврежденных с манго и папайей. Для тонких с гранатом. Потом еще какие-то стоят 99 за 250 мл. Но это Parly Cosmetics. Мне, честно говоря, продукция этой марки как-то не очень. Как вам? Тоже, наверное, новинка. Гель-скрабы для лица. Есть омолаживающий, есть регенерирующий. Они по 79 рублей за 100 мл. Я скрабами для лица вообще не пользуюсь. Но не знаю. Вот если кто-то покупал, пишите комментарии. Я думаю, они зрителям пригодятся. Спрей для тела, опять же, от Parly Cosmetics. 200 мл. 79. Ванильный. Открыла просто вот этот вот колпачок и понюхала спрей-дозатор. Вы знаете, он пахнет очень сладко, приторно. В общем, для меня даже неприятно. Других никаких вариантов нет. Только ванильный. Крем для рук, смотрите, вот такой. Inspiration by Beauty. Увлажнение и питание. Ну, вот такие кремы обычно в объеме 140 мл. И дешевые, да, по 79 рублей. Несмотря на то, что увлажнение или питание, они обычно очень-очень жидкие. Хватает их буквально до следующего мытья рук. Поэтому я не покупаю. Но иногда я такие кремы покупаю, как лосьон для тела. А вот этот крем нежный после доения. Он шикарный и для рук, и для ног. Просто прекрасно смягчает кожу. И сейчас, кстати, цена по карте всего 64 рубля. Я покупать не буду. У меня один такой как раз есть в запасе. А вот этот крем дачный сезон. Он раньше был в нескольких вариантах. Сейчас остался только яблоневый сад. Мне не понравился. Он плохо как-то впитывается. При этом, знаете, ни увлажнение, ни смягчение. Как-то результат от него, честно говоря, не особый. Я его перенесла в разряд крем для ног. Намазываю очень-очень жирно и под носочки. Ну вот таким образом он у меня уже практически израсходовался. Но вот советовать его не могу. Много очень сывороток от Флорисан и Бьюти Визаж. Дешевые по 79,99. Ну вот не знаю, не знаю, не знаю. Кто что-то покупал, напишите. Честно вам скажу, у меня как-то доверия к сыворотке за, в общем-то, 79 рублей особого нет. От Фитокосметик, средства для мытья посуды, знаете, мне кажется, дорого. 490 миллилитров по 99 рублей. Правда, написано, что они достаточно концентрированные. Но не знаю, так на вид вообще очень жидкие. Если кто-то покупал, напишите, пожалуйста, отзывы. Я пока не рискну. Еще он наверху, я туда плохо достаю, потому что у меня рост маленький. Появились всякие спреи для кухни. Жироудалитель 149 и удалитель известкового налета антиржавщина, тоже 149. Но я вот, честно говоря, в формате спрея не очень люблю. Я больше люблю какой-нибудь крем, что-то такое, да, что не распыляется в воздух. По-моему, новинки, средства для стирки Перфетто. Но это, конечно, все наши российские производители для белого белья, для цветного. Литр 149 рублей. Опять же, кто покупал, пишите. Еще появился тоже от Фитокосметик. Фитонатуральный гель-концентрат для стирки белого. Он уже поменьше объемом 980 миллилитров, но подороже. 199 рублей. Для цветного белья такого не вижу. Вот эта влажная туалетная бумага «Солнце и Луна» раньше постоянно покупала. Цена не очень сейчас изменилась. 79 рублей. Но вы знаете, последний раз покупала неделю назад, качество сильно ухудшилось. Вот сам материал, из которого сделана сама бумага, да, вот эта салфетка, он стал какой-то неприятный, совершенно синтетический. В общем, не знаю, больше покупать не буду. А вот такой от Аура покупала, она мне просто сразу по качеству не понравилась. Она тоже дешевая. В общем, в фиксе теперь влажную туалетную бумагу, наверное, приобретать не буду. Вот эти хочу вам плечики порекомендовать. Не вижу, правда, сейчас ценника, сколько они стоят. Пять штук в упаковке, разные цвета. Они антискользящие. Они металлические, но, видите, сверху такая прорезиненная основа не дает скользить вашим вещам. Я в свое время сначала один комплект купила, потом второй докупила. С огромным удовольствием пользуюсь, особенно для каких-то легких таких шелковистых летних блузок. Прекрасно подходят. После фикс-прайса я зашла в магазин Магнит. Он практически рядом находится. И это единственный Магнит в моем большом районе. Остальные почему-то все позакрывались. На их месте другие магазины теперь. Мне как-то в комментариях написали, обратите внимание на курицу. Она в Магните гораздо дешевле, чем вы покупаете в Глобусе. Причем та же самая петеленка в упаковках. И я периодически, если есть время и возможность, заезжаю действительно в Магнит. И да, цена дешевле. Вот, смотрите, такое вполне себе хорошее филе петеленка. Я уже распаковала упаковки, потому что я буду перерабатывать эту курицу в фарш. Килограмм по желтому ценнику по акции стоит 310 рублей. Причем это просто скидка, да, не из-за срока годности, не еще из-за чего-то. Срок годности прекрасный. Филе такое же, как и в Глобусе, но здесь килограмм 310 рублей. А в Глобусе без каких-либо акций обычно уже где-то 420, наверное, за килограмм. То есть, конечно, в Магните получается выгоднее. И сейчас переработаю все это филе в фарш. Я фарш люблю или из куриных грудок, или из постной говядины. Из постной свинины люблю, честно говоря, гораздо меньше. Мясорубка у меня вот такая, мулинекс. Меня она устраивает. Я несколько лет ей уже пользуюсь. Никаких нареканий нет. Хорошая, качественная. И сейчас сделаю фарш. Вот такое количество фарша у меня получилось. И фарш я буду замораживать. Я разложила фарш по пакетам. В каждом таком пакете у меня примерно 500-600 грамм. А мне такого количества как раз хватает на одно какое-то приготовление блюда. И сейчас я положу в морозилку. Все это заморожу. И по мере надобности буду доставать, размораживать и использовать. Пришел у меня новый бланк заказа и фарша. Давайте быстренько посмотрим, что здесь за предложение. Номер бланка заказа у меня 9 РИЛ 8 БЦ 13. Конечно, я сразу смотрю подарки. Я думаю, как и многие, предлагается один подарок. Уход для лица на выбор. Мы сейчас чуть подробнее их посмотрим. Или вместо этого подарка можно выбрать один продукт стоимостью до 1590. Какие же у нас подарки предлагаются? 6 продуктов на выбор. Филер Веджеталь интенсивный крем 75 мл. У меня такой в запасе. Я его осенью возьму в использование. Анти-Аш Глобаль дневной крем. Риш крем. Лифтинг Веджеталь. Анти-Аш Глобаль сыворотка. Очень, кстати, даже неплохая. И сыворотка из линейки Филер Веджеталь. Такую я еще не пробовала. Ну, в принципе, продукты неплохие. Если вам, конечно, какой-то из этих продуктов нужен. И каталог. Вот каталог. Вы знаете, в каталоге ничего особо интересного нет. Единственное, что это ароматы. Есть некоторые у нас изменения в коллекции свежих ароматов. Ну, во-первых, здесь можно купить любой аромат со скидкой 50%. Но это как и во многих каталогах. У нас отсутствует в коллекции свежих ароматов роза. Поэтому, если вы этот аромат любите, я вам советую по какому-нибудь предыдущему, где она еще есть в наличии, ее приобрести. У меня один флакончик розы в запасе есть, потому что мне этот аромат нравится. И новинка. Сур-Ла-Ланде. Предлагается в объеме 100 мл и 30 мл. Опять же, со скидкой 50%. Я этот аромат пока не знаю. В бутике он еще где-то неделю назад, когда я заходила, не был представлен. Поэтому познакомиться с ним невозможно. Без затеста я, конечно, ничего покупать не буду. И еще в таком же дизайне, в новом исполнении у нас предлагается Сельдэ Азур. Новые упаковки. А остальные ароматы, насколько я понимаю, они, наверное, пока еще в старой упаковке. Вот те ароматы, которые у нас сейчас есть в наличии. А так в каталоге, в принципе, знаете, ничего особо интересного. Все, как обычно. Никаких новинок нет. Я, наверное, поэтому ничего заказывать не буду. Буду ждать следующий. Ну что, вот так выглядит произведение яблочного искусства. Вот три банки. Там яблочки не развалившиеся. А вот здесь, видите, которые у нас развалились. Мы их в такой лоточек отдельно выложили. Это мы быстро съедим. А вообще муж высказал предположение, что, возможно, это не настоящая китайка. Потому что крупноваты они для китайки. Это просто какой-то дичок. Но все равно варенье вкусное получается. И мы сварим обязательно еще одну партию. Ну а с вами, наверное, я на этом буду прощаться. Всем пока!